Привет, друзья! Думаю, что вы знаете вот это чувство, когда ты хочешь чего-то странного. Вроде дома всё есть, всякие твои развлекаловки, там игры, там телефоны, айпэды, айфоны. А чего-то душа просит. И ты лезешь в интернет и ищешь вот это самое, чего просишь. Чего душа, вернее, просит. И ты находишь вот это и покупаешь. А потом думаешь, а нафига я это купил? Как бы ничего особенного. Но, не в этот раз. В этот раз у нас речь пойдет о вот таких умных, как называется, умные, блин, перевернули ногами, продолго. Умные часы, называется La Metric Time. Умные часы, казалось бы, на чё тут странного-то, но кобыческие часы. А они всё-таки отличаются от остальных тем, что, во-первых, продукт наш, местный, местный, но местный, я имею в виду, украинский. Украинский продукт. Компания La Metric была основана нашими ребятами из Львова, которые буквально за пару недель собрали несколько миллионов долларов на Kickstarter. И запустили вот такой проект. Называется La Metric. Запустили проект, и буквально через полгода, то есть они через полгода начали отправлять уже по предварительным заказам эту продукцию. Эти умненькие часы. Обещают многого. Я, конечно, посмотрел вначале другие обзорчики. Обещают многого, очень многого. Я не знаю, как оно будет выглядеть на самом деле, но, по крайней мере, по коробке уже точно можно сказать, что что-то там такое необычное. Необычное нас ждёт. Давайте посмотрим и подумаем, а надо ли оно нам. Ну что, самая любимая часть обзора, это распаковочная хабажа. И это дело, особенно когда перед тобой неведомая какая-то хрень. Значит, коробочка такая красивая, запаянная. Всякие описания мне пока ни о чём не говорят. Я реально, реально, хотите верьте, хотите нет. Я даже не знаю, не знаю, что нас ждёт внутри. Как бы я видел в целом, но как это всё устроено, фиг его знает. И работают вживую. Давайте откроем, да посмотрим. Просто жалко резать, жалко резать. Понимаете, жалко резать. Жалко резать. Но полиэтилен достаточно плотный. Даже ножом не просто возьмёт. Приятненькая коробочка на ощупь. Мягенькая, глянцевая эта штучка. И открываем. Вуаля. И внутри, собственно, так. Подтяните. Это сделано в стиле Apple. Блин, когда есть какой-то хлястик, и ты за него тянешь. Прямо как Apple. Ё-моё. Это такой. Раз. В какую сторону. И отрывается. Нахрен. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, плёнка-то особо и не надо. Но всё равно. Так. Это задняя часть. LAM metric. Гнездо microUSB. Гнездо подключения наушников. Тут у нас кнопка... А, лёгкий, блин, лёгкий. А лёгкий почему? Потому что в нём нет аккумулятора. Слушайте, а где дисплей? Я что-то не понял. Он со всех сторон абсолютно матовый. Это датчик... Я считал, что это датчик освещенности. То есть, он регулирует под освещенность. Но, блин... Я надеялся, что какой-то яркий дисплей будет сразу. Нет? Так, смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас идёт куча всякого барахла. Ё-моё, ещё английские розетки. Ещё и такая. Блин, чего там только нет в этой... Так, розетка есть. Розетка есть. О, так, подожди, а как она, собственно... Ага. Ага. Она вот так вот, да? То есть, они вот так вот решили. То есть, они косят точно под Apple. Сменные. Это, кстати, очень удобно. Так, ну и кабелёк. Таких кабельков дофига. Так, быстрый запуск. Инструкция по быстрому запуску. Так, фигня, короче. Это всё фигня. Поехали запускать. Так, питание у нас на кабель я подал уже. Где тут у нас эта штучка? Грючка. Микро-USB. Мы уже делали байкнинг. Так, и шо? И шо? Включил. И? И? Нажать что-то надо? А, стоп, где-то Power было. Power сбоку. Ёптель-моптель. Ёптель-моптель. Ты сотришь, что творится. Так. Так, поставим. Видно, что часы. Что она у меня спрашивает? Что мне надо сделать? Наш человек сначала включает. О! Изображение такое немножко мутноватое, странное. Как бы. Я что-то думал, что оно вроде поярче должно быть. Звук. Туда, сюда. Это шо у нас делает? Так, ладно. Фигня. Сейчас будем пробовать. Специально скачал аппликашку. Я так понял, что без нее никак. Без нее никак. Скачал аппликашку. Даже зарегистрировался. И поехали. Добавить новое устройство. Вот мы видим похожее. Правильно нажимаем. Перейдите к настройкам Wi-Fi. Ага. То есть оно мне должно... Где у меня настройки Wi-Fi? Вот они, настройки Wi-Fi. О! Есть. Открытая сеть. Так. Законнектились. Теперь возвращаемся сюда. И... О! Выберите сеть, которой должен подключиться до метрик. Ну, хорошо. Да. Сети только 2,4 ГГц. Ну, наверное, для этого девайса больше и не надо. Сейчас парольчик. Есть. Настройка. То есть, вначале мы подключаемся к нему. Потом он подключается к сети Wi-Fi дома. Тарам. Папа-бам. 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 Что-то выдал. Какую-то фигню. Есть. Теперь работает. Даже время определил. Ты же смотри, что творится. Ты смотри, что творится. 6,17. Да, экран может немножко давать какие-то помехи. Так, нажмите. Куда нажать? На него нажать? Или куда нажать? Нажмите. Что там? Точь? Куда нажать? Разрешить. Ага. Разрешить. Хорошо. Так. То есть, это у нас погода. Ага. Я понял. Яркость автоматически. Ночной режим. Есть настройка. Когда темно. Откуда он знает? А, ну когда темно. Да, логично. Приложение заставка. Клок. Пусть будет хорошо. Ух ты, емае. Что-то оно такое показывает. Так. Громкость. Мы поставим максимальную. Какой шайтан. Обновление ПО. Просто шайтан. Софтвер апдейт. Загрузка. Ждем. Так. Наконец нашел я, как обновить прошивку. И сейчас прошивка обновляется. Написано было, что девайс обновляется. Не трогайте его. В случае не трогать. Пусть обновляет. Ну, главное интересно, что все-таки проект не заброшен. И товар очень популярный. Я смотрел на Амазоне. Пока сейчас обновлялось. Ждем. Так. Он опять что-то ругнулся. Я не вижу. Понятно. И что? И что дальше? Отсутствие Wi-Fi сигнала. О. 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 Тихо. Похоже, что Wi-Fi таки словил. Что-то ругается. Что-то мигает. Это уже похоже, что он уже поймал. Есть. И с данными. Так. В приложении появились отчеты о сбоях. Пусть будут. О. О. Смотрите. Даже украинский флаг рисует. Ничего себе. Вот это, блин. Вы дали. Так. Что тут можно сделать? Менять приложение автоматически. Показывать по расписанию. Менять вручную. Давайте автоматически поставим. Не знаю, что это надо сделать. Нажать. Значит, куча приложений. Есть. Я уже посмотрел, как в самом приложении. В этом, да? Радио. Радио. Плэйг радио. Радиостанции. То есть, тут выбираются радиостанции. База данных. Местное радио по Украине. Ёлки-палки. Ганатоп. Авторадио. Ну, давайте авторадио. Там, например, 104FM. Пусть будет. Там что-то сыграет. Ну. Хитро. Вау. Наконец-то. Блин, класс. Она еще пишет. Плэйг лайдер. Как сделать? Послежим. Ох ты ж, красота какая! Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ночной режим. Будильник. Когда темно. Будильник. Будильник. Так. Текст. Прокрутка. Что у нас тут еще есть? О. Тут уже добавилось гораздо больше. Об устройстве. Один гигабайт встроенной памяти. Ёлки-палки. А что же можно сделать с одним гигабайтом? Оперативка 243. Свободно 122. Свободно внутренняя память. Гигабайт. То есть, по идее, сюда можно что-то закачивать. Сделаем потише. Что-то закачивать. И что-то делать. Погода. Ёлки-палки. Давление. Видимость. Температура не Фаренгейт, а Цельсий. Скорость не миль в час, а, например, метров в секунду. Майкл Шульте играет. Так ты шо? Видимость в милях. Не милей, а километры. Так. Погода. То есть, время показывает. Время. Будильники. Циферблат. А что еще? Циферблат можно? Ёлки-палки. 24. Ой, формат. О, переключился на 24-часовый формат. День незалежности Украины. Ёлки-палки. Показывает дату, формат даты. День, месяц, год. О. Звук прошивый, конечно, идет. Так. Это что касается 2 метра в секунду ветер. 37% влажность. 18.32. Время. Отлично. Отлично. Так. Телефон. Уведомления. То есть, здесь могут быть, будут уведомления с телефона. Прямо писаться. Воспроизведение музыки. Не знаю, создавать ли пару с ним. Ну, ладно. Качество такое, что, извините, с айфона на него транслировать, по-моему, это могут завять уши. Стрим. Так, я понял. Спокойно. Больше. Куча приложений. А ну. Пойдет музычка? Делаю я музычку. Вот какая-нибудь, например. А ну-ка. Афиф. Афиф. Тут идет. А как мне ее переключить на это? Как мне ее переключить, чтобы оттуда? Ладно. То-таки. То-таки. Так. Самое интересное, значит. Самое интересное. Блин. Где это приложение уже девалось? ДНЗЛЖности пишет. Ёлкин-палкин. Знаете, праздники. Эх. Это я не знаю, что такое FTT. Вот это будет интересно. Вот это интересно. Короче. Так. Основные приложения понятны. Но это еще не все. То есть тут есть у нас, да, есть секундомер, который пошел. Здесь у нас есть таймер в обратную сторону. Так. Время. Это стрим. Каким-то макаром включалось радио. Это что такое? Будильник. 100%. Это был будильник. Так. Ладно. Немножко разберусь. И вернусь к вам. Так. И так резюмирую. Собственно, попытаюсь резюмировать и понять, и вам объяснить, для чего это надо. Для кого. Реально для каких-то гиков, которые реально поведены на гаджетах. Потому что простым смертным, я не думаю, что это очень штука полезная будет. Значит, что показывает? Показывает, во-первых, питание только от сети. Внутри аккумулятора нет. Это большой минус. Дизайн, я бы сказал, на пятерочку. На пятерочку, но немножко как-то реально по-гиковски, или как это, не знаю это слово, но реально ставит в тупик такое глянцевое и растушированное такое изображение цифр и значков. Как колонка 1 балл из 10. Звук не когущий. Ну, в принципе, колонка, зачем колонка вам? Если бы тут был еще аккумулятор, можно было бы что-то куда-то нести, да, с собой. А так, значит, что должно подвязываться только к местной сети Wi-Fi дома. Работает с приложениями из Apple Store и Google Play Market. Оказывает время в точке. То есть всю информацию фактически берет либо из интернета, либо от телефона. Местоположение, геолокация, понятно, из телефона. Время, праздники национальные, если есть какой-то, я заметил. Вот, я лично ему ничего не передавал. Так что я думаю, что это он сам где-то нарыл в интернете. Потом, значит, там погода, ветер, влажность. Показывает количество подписчиков на Facebook. И почему-то ноль, я вроде все ввел. Непонятно, будем разбираться дальше. Почему так? Почему показывает ноль? Показывает, вот если чуть-чуть дальше, это количество подписчиков на канале YouTube. Я так понимаю, что после этого видео обязательно вот эта цифра должна увеличиваться. Там вот есть под видео написано подписка и колокольчик. Обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Дальше видео будут более прикольные. Ну, это, я надеюсь, тоже неплохое. Дальше, как для вас, сделаем более прикольные. Так, куча приложений есть в специальном, не Pro, не WebStory, не в Apple, а специальный маркер для именно вот этой вот штуковины. Приложения пишут кто угодно. То есть я немножко разберусь, попробую сам что-нибудь наваять. Значит, самый главный плюс это то, что открытый... Блин, какой он чувствительный. Чуть-чуть придавишь и все. Открытый код для программирования. И любой может, ну так пишут, по крайней мере, я еще не успел за эти полчаса разобраться. Но, я так понимаю, что возможно. Потом интеграция со всякими штуками через сервис IFTT. IFF, как оно подождите? I-F-F-T. То есть уведомления, всякие сбор почты, обещают мне тут привязку Gmail. То есть ты приходишь на кухню, как мы обычно утро начинаем, кроме кофейка, мы берем телефончик. И давай смотреть все самое. Здесь же, получается, бегущие строкойки постоянно подбрасывают все вот это вот. Все новости. Хочешь там новости заявлено. Кстати, Украина я посмотрел, нету новостях. Только Россия из ближайшего. Ну, из ближайшего зарубежья. Подбрасывает новости, сводку, те информацию. Сколько у вас непрочитанных сообщений. Сколько у вас добавилось сабскрайба в Твиттере. Сколько пользователей в Ютьюбе их там, либо на канале, либо последние видео. Либо сколько лайков вы получили на каком-то видео. Короче, там миллион настроек. То есть вы понимаете, что если открытый код устройства, то будет писать все, кому не лень. От старперов до малолеток. Все будут писать приложения. И я тоже попробую. Вот. Будильник. Радио наше, украинское. Я запрограммировал. Пока что-то я до него не дошел. Сейчас. Радио. Подождите. А где тут радио? Радио. Да ну. Да нет. Какой стрим? Шлип таймер. То есть тут еще. Какое-то радио есть. Но почему так авторадио добавить туда? Немецкое радио есть. Я за него рад. А, стоп. Стоп. Вот похоже, что тут еще есть. Так вот переключается. Блин. Радио. Ну как радиостанцию выбрать? Такие радио. 106. Не знаю. Короче, американская какая-то. Канал 106 явно не киевский. Будем разбираться. Ну, вообще, скажу, что, конечно, весь прикольное. Но не сильно необходимое. Реально, просто по приколу. Вот будет стоять на кухне. Вы будете смотреть. Думать. Ох ты ж, е-мое. Гаджетоман с YouTube посоветовал. Так не, реально, я для себя. Мне очень понравилось. Не, ну как, ну как. Не очень, а понравилось. Я фанатею подобных штук. Чтоб там что-то пиликало, переливалось, мигало, звонило. Оно, конечно, периодически раздражает. Я это выключаю. Потом опять оно звонит, переливается, мурлыкает, сообщает. В общем, жизнь бьет. Бьет жизнь ключом. Просто бебес. Все по голове. В общем, вот такая вот маленькая штучка. Весит легко. Думаю, поставлю его там из-за телевизора на кухню. Хоть себе что-то показывает. То есть она еще может говорить. Насчет звонков. Там есть какая-то опция со звонками. Но я не уверен, есть ли тут микрофон, если честно. Надо будет разбираться. Почему в Facebook и 0? Непонятно. Так, пока мы сидим. То есть это актуально, реально. Оно сейчас подтягивает из интернета количество подписчиков на данный момент. Если кто-то добавится, я уверен, что сейчас добавится, когда вы смотрите. Не забудьте нажать колокольчик. Обязательно. У меня здесь значение поменяется. Все. Будем тестировать. Буду проверять. Вообще, как прикольная штука. Я рекомендую. Чисто, как прикольная штука. Не особо нужная, но прикольная. Но прикольная. Вот. Короче, жду изменений в этих цифрах. Все. До встречи. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok